Всем привет, ребята! Вы на канале Никита Перфоратор. Сегодня стартует новое прохождение. Проходить будем A Black Tale Requiem. Это продолжение первой части. Первую часть я не играл, но посмотрел кратенький разбор сюжета. Игра начинается со сцены, в которой главные герои, брат и сестра, от кого-то убегают. И как оказывается, убегают они от своего друга, с которым просто играли в догонялки. Брат и сестра являются главными героями, но большинство времени будем играть за амиссию. Ее основной задачей является защита своего младшего брата Хьюго. Особенностью Хьюго является то, что он является носителем примамакулы. Это древнее проклятие крови, при котором ребенок сначала мучительно страдает, а после начинает повелевать крысами. Что делает его крысиным королем. На этом и завязывается сюжет игры. Третьим же в этой кампании является Лука. Он ученик Лаврентия, который научил его алхимии и медицине. Лаврентий, к сожалению, умер в первой части, но Лука является полезным персонажем. Потому как шарит за алхимию и частично помог исцелить Хьюго от его болезни, от его проклятия. Вдалеке они увидели какую-то башню и решили пойти к ней. Здесь у нас начинается небольшое обучение, нас вводят в курс дела. Во время этого обучения мы играем типа в прятки. Мы должны прятаться от Луки. Здесь на случай откраться, прятаться, использовать кусты и незаметно нападать сзади на противников. Как только это мини-обучение заканчивается, Лука уходит назад в лагерь. Дело в том, что мать Амиссии и Хьюго тоже алхимик, который учит Луку. И он не хотел бы пропускать свои занятия. А Амиссия и Хьюго отправляются гулять дальше. Спустившись к реке, нас учат использовать прощу, основное оружие Амиссии. И здесь появляется какой-то неизвестный мальчуган. Он начинает играть с нами, но после недолгой игры говорит, что ему пора уходить. Его ждут родители. И он работает на какой-то ферме неподалеку. Спустившись дальше, Хьюго и Амиссия доходят до замка и проникают внутрь. Деревянные полы не выдерживают их вес, и они проваливаются в какие-то жилые помещения. Как оказалось, этот замок не совсем пустой, и в нем живут люди, потому как... Все еще остался очаг от костра. Здесь все, в принципе, обставлено и выглядит по-живому. Выйдя отсюда из этой комнаты, мы видим, что здесь все просто выгорело. И никого в живых, по-видимому, не осталось. Но выгорело это все недавно. Отправившись по этой деревне дальше, мы видим какого-то мужичка, который заявляет о миссии Хьюго, что это его земля, что они воры, и угрожает им своим топориком. Не придумав ничего, лучшая миссия Хьюго начинает убегать. Мы становимся свидетелями того, как люди в подобных масках убивают какого-то просто невиновного человека. Все еще непонятно, что здесь происходит, но ясно то, что нам нужно отсюда убежать. Здесь нас опять же учат базовым механикам. Мы можем при помощи броска камнем отвлекать этих врагов, прокрадываться дальше по стелсу. В целом, эта игра больше про стелс. В одном из разговоров мы понимаем то, что мальчик, который играл вместе с нами на реке, является частью всей этой компашки. И она не очень-то веселая, и мы слышим то, как они хотят его проучить за то, что он ушел со своей работы. Далее мы видим, как его наказывают его старший брат и батя. А миссия Хьюго решает за него вступиться. На миссию набрасывается старший брат и начинает ее душить. Она ему вставляет перо под ребро. Здесь Хьюго ловит припадок и теряет сознание. После того, как он проснулся, он оказывается на каком-то пляже, на каком-то, видимо, острове. Здесь сидит очень большая красная птица. Хьюго начинает следовать за этой птицей, но постепенно у него начинается припадок, от которого его стараются излечить его мама, сестра и лука. То, что у него начался припадок, это не очень хорошо. Это свидетельство о том, что его проклятие продолжает прогрессировать, а его проклятие, вообще-то, пытаются излечить. Эта неизвестная красная птица приводит Хьюго к какому-то источнику, к какому-то озеру, и прикоснувшись к нему, он исцеляется. После этого Хьюго просыпается и оказывается в повозке рядом с лукой и омиссией. Дело в том, что в конце предыдущей части вся эта компания отправилась на поиски чего-то или кого-то, что может помочь Хьюго, и изредка они просто останавливались в некоторых местах. После того, как Хьюго очнулся, он начинает спрашивать его миссии, что случилось, в том замке, где на них напали люди, а миссия говорит, что ничего такого не помнит, что Хьюго просто вырубился, и она его отнесла сюда, и что всё ему, скорее всего, приснилось. Проехав на этой повозке ещё некоторое расстояние, мы встречаем людей, которые сообщают, что они ищут маленького мальчика и его старшую сестру, которую строили побоище и поубивали их людей. После чего амиссия намекает своей маме, что им нужно побыстрее сюда убираться. В повозке они находят маленького мальчика и понимают, что это были они. Здесь начинается небольшая такая заварушка, в которой амиссия отделилась от своей семьи и вынуждена добраться до своей мамы, брата и Луки. Здесь мы впервые можем использовать прощу как оружие против людей, а именно мы можем прощу и друшить людей, или просто вантапать их в голову. Проща на самом деле имбовая, но она не пробивает шлемы. Перебив всех этих людей, амиссия всё-таки добирается до своей мамы, освобождает её из захвата неизвестного какого-то мужика, подходит Хьюго и видит, что ему становится хуже. После этого у нас появляются надписи Black Tail, Requiem, и мы получаем первый трофей за прохождение первой главы. Вторая глава начинается с того, что наша компания добирается до какого-то города, в котором они должны найти какого-то алхимика, который должен помочь Хьюго в его недуге. Амиссия и Хьюго вместе отправляются смотреть дом, в котором они будут временно жить, проходят по рынку, в котором сейчас проходит какой-то фестиваль. Здесь нужно походить по рынку, повзаимодействовать с некоторыми NPCs. И ещё я здесь нашёл какую-то мини-игру, в которой мне предлагают при помощи горшка посбивать деревянные кубики. Мини-игра. Приняем участие в этой мини-игре, я получаю воспоминания. Воспоминания мы будем собирать. Воспоминания являются типа коллекционными предметами. И для платины нам придётся собрать абсолютно все воспоминания. Отправившись по рынку дальше, мы всё-таки добираемся до дома. Здесь мать Амиссии уже вовсю обучает Луку алхимии, а Амиссию просит отвезти Хьюго поспать. Сразу же после этого у Хьюго начинается припадок. Он покрывается какими-то чёрными пятнами. И Амиссия вместе с Лукой отправляется на поиски алхимика Водена, который как раз-таки может помочь Хьюго. Зацепок, где его искать, у нас нету, поэтому мы отправляемся спрашивать людей на рынке. Кто знает, кто такой Воден и где его можно найти? Какой-то мужчина, который убирает на улице, говорит нам, что его можно найти недалеко от арены. Подойдя к арене, стражники нам говорят, что они нас туда не впустят. Мы, само собой, проникаем в эту арену по каким-то обходным путям. Попав в эту арену по каким-то обходным путям, мы видим труп. У него какие-то язвы присутствуют. И, скорее всего, это чума. Важное уточнение, что действия игры происходят во время чумы. И это связано с тем, что Хьюго умеет управлять крысами. И тем, что, в принципе, вокруг это болезнь. Отправившись по арене дальше, мы видим еще больше трупов людей. И здесь нас учат толкать некоторые предметы, которые мы можем использовать как средство, чтобы забраться куда-то повыше. Тоже обучение. Здесь мы видим, как какой-то стражник убивает какого-то невинного человека. И здесь у нас появляется подсказка о том, что наше прощание пробивает шлем. И делать нам с этим охранником нечего. Миновав обреченного мужика и охранника, спускаемся вниз и пробираемся через еще одну группу охранников. Продя через это препятствие, мы оказываемся в каком-то канале, в котором очень большое количество трупов зараженных. И здесь мы понимаем, что, скорее всего, в этом городе не все так радужно, как кажется. А чума добралась и сюда. Но нынешний правитель об этом умалкивает. Пробравшись все чуть дальше, мы находим нож. Расходуемый предмет. При помощи ножа можно убивать охранника в доспехах. Но нож... Но, как я до этого и сказал, нож это расходуемый предмет. И убивать просто всех подряд не получится, потому что ножей мало, а охранников много. Поэтому пользоваться им нужно только в крайнем случае. Пробравшись дальше, мы видим, как мародеры вперемешку со стражниками обкрадывают трупы. Обносят здешние дома. Выносят все ценное, всю еду, все лекарства. И мы понимаем, что, скорее всего, здесь к чему-то готовятся. Пробравшись через эту арену, у нас открываются навыки. Навыки здесь зарабатываются пассивно. Всего есть три ветки. Осмотрительность, агрессия и приспособление. Осмотрительность это стелс. Агрессия это понятно, это бой. И приспособление это крафт. Опять же, все это качается пассивно. То есть будем играть по стелсу, качается стелс. Будем всех убивать, будет прокачиваться агрессия. Будем крафтить, будет прокачиваться приспособление. Все очень просто. Проходя по одному из множества заброшенных домов с трупом, наверху мы видим все еще какую-то живую женщину. С ней можно сесть по аварите. Она считает амиссию своей дочери и просит ее, чтобы она себя берегла. Амиссия понимает, что женщина скорее всего в ряду и говорит ей, что она себя может позаботиться. И все это окажется еще одним воспоминанием. Выбравшись из этого дома, мы увидим целый заброшенный район, который полностью истребили. Всех людей полностью выселили или поубивали. Полностью разрушен, обкраден. И вдалеке мы видим башню, в которой предположительно может находиться наш алхимик. Потому как на нем находится знакомый уже для наших главных героев знак. Решив добраться до башни, они проваливаются вниз под гнидовыми досками. И оказываются в каком-то месте, где мы видим тоже какого-то мужика, который здесь рыщет. И просит его не бить. А миссия и лука заявляют ему, что они не сражники, ему ничего не грозит. И здесь из стены просто вырывается огромное полчища крыс. На мужика они нападают, потому что в руках он держит факел. И как вы можете понять, эти крысы боятся, не любят свет. Но из-за спины у мужика вырывается просто огромнейшая волна крыс, которая без разницы на этот факел. И просто заживо хоронится его под собственным весом. Теперь мы должны убежать от этих крыс. Здесь у нас снова идет типа обучение. Нам говорят, что крысы боятся свет. Берем в руки факел. И идем дальше. Крысы само собой расступаются. Но если мы вступим куда-то в темноту, то а миссию моментально сожрут эти крысы. Просто утянут. Крыс здесь, кстати, очень много. Их прям до хера. И как разработчики сделали так, чтобы это не лагало, так, чтобы это все не глючило, я не представляю. Но выглядит это прям эффектно. Здесь у нас учит, что мы при помощи факела можем поджигать другие факелы, другие жаровни. Для того, чтобы создавать типа такие безопасные контрольные точки, в которые эти крысы не смогут зайти. И еще здесь была парочка головоломок. На пути к выходу отсюда лука, идя по балке, проваливается вниз. И теперь нам, играя за миссию, нужно как-то встретиться с лукой. Факела здесь нет, и у нас учат пользоваться палками. Дело в том, что факел бесконечный, а палка конечная. Поэтому, взяв палку в руки, нужно действовать очень быстро. Но от палки также можно поджигать эти жаровни и другие факелы. После того, как мы помогли луке добраться до нас, мы продолжаем путь к убежищу Водана. И натыкаемся на большую комнату с подобием лифта. Этот лифт нам нужно опустить, и потом по нему подняться наверх. Когда мы пытались опустить лифт, всю комнату заполонили крысы. И теперь Юва нам говорит, что нам нужно что-то скрафтить из спирта и серы. А спирт и серу нам нужно найти. Поиск спирта и серы тоже представлен в виде небольших головоломок. К примеру, здесь мы учимся отдавать приказы луке. То есть он может по нашему приказу крутить разные вентили или держать разные рычаги. Добравшись до первого сундука, мы получаем серу. А во втором сутоке нам рассказывают то, что мы при помощи нашей пращи можем сбивать туши мертвых животных вниз. И на эти туши будут набегать крысы. И пока они будут заняты поеданием этой туши, мы можем беспоследственно проходить по низу. Во втором сундуке мы находим спирт. Объединив серу и спирт, мы получаем зажигательные снаряды для нашей пращи, которая может дистанционно зажигать эти жаровни. Активируя жаровни по центру этой комнаты, все крысы разбегаются. Но теперь нам нужно полностью опустить эту платформу. Для того, чтобы ее опустить, нужно одновременно удерживать два рычага. Один рычаг находится с левой стороны, а второй с правой. Поэтому сначала до одного из рычагов доводим луку, а до второго добираемся сами. И вот полностью опустив рычаг, быстро бежим к нему, к этой платформе. Становимся на нее и поднимаемся на самый верх. Выбравшись наверх, мы оказываемся все еще в каком-то пустом призрачном поселении, в котором нету людей. И видно, что здесь уже давненько никого нету, потому что все разворовано. Здесь находим типа первый коллекционный предмет. Именно какой-то цветок, который миссия может носить у себя на голове за правым ухом. Всего этих коллекционных предметов 12. И, как я понимаю, они будут влиять на внешность амиссии. Здесь я решил полутать несколько сундучков, как говорится, поисследовать и двинуться дальше. А дальше мы видим, что здесь все еще орудуют стражники и мародеры. И мимо них нам нужно пробраться. Крысы здесь пока нету, но они очень быстро появляются и заполняют здесь абсолютно все пространство. Это немного усложняет прохождение этого отрезка, потому как здесь есть рыцари в шлемах, рыцари без шлемов. И если кто-то увидит труп, то сразу начнется поиск, и будет сложновато. Поэтому я прошел этот отрезок, не привлекая особого внимания к себе, и добрался до нужной двери. После того, как мы прошли в какую-то дверь, мы попали в какое-то помещение. Здесь была небольшая головоломка, в которой нам нужно было на крутящихся каких-то механизмах выставить правильное положение планет в Солнечной системе. Нам с этим всем помогал Лука. Решив головоломку, открылась секретная дверь, и мы добрались до Водена, алхимика, который нам нужен. Этот алхимик мне, честно говоря, не понравился. Он какой-то высокомерный, честный. Хоть он много знает, но сильно много о себе думает. И вместе с этим алхимиком мы отправились домой. Сразу же, не теряя времени, алхимик отправился смотреть, что там с Кьюга. Он знает об его проклятии. И более того, вокруг таких детей, как Кьюга, создался целый Орден. И Воден как раз таки является членом этого Ордена. После того, как мать Кьюга и Воден остаются с ним наедине, мы получаем второй трофей, а именно трофей за прохождение второй главы. Здесь же сразу начинается третья глава. Во время их исследований Кьюга и попытки ему помочь у него начались какие-то судороги, и мы отправились на поиски какой-то травы, которая должна ему помочь и унять его боль. Снова с Лукой мы отправляемся на поиски этой травы. Нам нужно найти травницу, которая живет в этом городе. Здесь мы видим, что стражники уже пытаются отцепить данный район для того, чтобы производить его зачистку. То есть они подготавливают почву, так скажем. Обходим этих охранников. Снова находим большое количество гнили. Здесь миссия Лукой сталкивает какую-то тележку, она врезается в здание, и мы видим, что этот район уже тоже заражен, и здесь уже тоже находится огромное количество крыс. Здесь у нас снова идет небольшое такое обучение. Здесь нам говорят, что мы можем при помощи горшка создать небольшую безопасную область временную, осветлить ее, так скажем, и пройти по ней, пока там нет крыс. Здесь мы снова пытаемся отвлечь крыс при помощи туши, но туша находится на осветленной поверхности. Для того, чтобы потушить данный фонарь или факел, нужно попасть из пращи по мешку из селитрой. Селитра тушит огонь, и на тушу сбегаются крысы. Далее сбиваем несколько туш при помощи пращи, двигаем большую тележку с селитрой к большому факелу, и стреляем из пращи по этой селитре. Селитра тушит больше факел, крысы отвлекаются на туши, и проходим дальше. Здесь мы, кстати, впервые учимся использовать новые снаряды, которые делаются при помощи селитры. Эти снаряды для пращи могут тушить огонь, и это можно использовать в своих целях. К примеру, вот охранник стоит возле факела, и возле него есть крысы. Кидаем данный заряд в этот факел, огонь тушится, и крысы заживо поедают этого охранника. Набравшись до выхода из города, мы покидаем стены этого замка. Как оказывается, травница живет все-таки не в городе, а слегка за его пределами. Выбравшись из замка, мы должны отправиться на поиски дома этой травницы. И здесь нам впервые дают доступ к верстаку. На верстаке можно прокачивать снаряжение именно пращу, вместительность подсумков для ингредиентов, вместительность подсумка для зарядов и инструменты. Первым делом я решил прокачать инструменты, потому как это нам позволит разбирать ненужные предметы на детали, при помощи которых мы сможем прокачивать. В дальнейшем мы сможем использовать верстак абсолютно где угодно. И на третьем уровне прокачки инструментов мы не будем тратить часть нужных предметов для получения прокачки, для получения улучшения. Поэтому изначально я сделал упор именно в инструменты. Пробираясь дальше, наткнулся на какую-то безымянную могилу. Здесь у Амиссии и Луки связывается диалог, которым мы получаем новые воспоминания. После мы продолжаем свой путь дальше и видим, что крысы есть также уже и за стенами замка. А это не очень хорошая новость, потому как от крыс, видимо, спрятаться вообще негде. И это означает то, что травница уже может быть не жива. Здесь у нас снова небольшое скопление врагов, которых я решил обойти по стелсу. В конце мы все-таки добрались за дома травницы, он оказался целым, но травницу убили стражники. Потому как посчитали ее зараженной, видимо, и теперь нам нужно найти нужные цветы у нее в доме. В доме мы нужных цветов не находим, на улице в ее грядках тоже не находим, но видим, как пришли какие-то стражники. А Миссия говорит, что она устала и она так больше не может, и что ей нужно отдохнуть. Короче, она что-то раскисла. А Лука говорит, что он попробует что-то разузнать, потому что есть шанс того, что стражники могли утащить нужный им цветок. Лука, само собой, ловят, и теперь Амиссия должна добраться до него и спасти его. По дороге к Луке Амиссия продырявила головы парочки мужиков, но все-таки добралась до Луки. Здесь на нас начинают накидывать толпы противников, они все были без касок, поэтому всех их можно просто расстрелять из пращи. Но пару раз к нам спускается противник с щитом, его можно очень легко контрить, если рядом с ним находится мешок селитра и зарядить по этой селитре, то он закашлятся, и именно в этот момент можно будет ему продырявить голову. В самом конце, когда Амиссия уложила уже достаточное количество стражников, врывается, видимо, самый главный, самый здоровый, в самых крутых доспехах, и отправляет Амиссию вместе с Лукой за решетку. Как он говорит, над ними будут издеваться палачи. Здесь Амиссия думает, что на этом конец, но Лука показывает Амиссии какой-то порошок, который он сумел сделать, и говорит, что он очень хорошо контактирует с огнем. И когда он даст сигнал, его нужно будет кинуть. Выйдя из этой клетки, Лука дает нам сигнал, кидаем данный порошок в огонь, и поднимается какая-то дымовая занавеса. Воспользовавшись моментом, Амиссия и Лука убегают оттуда. После этого, нам нужно найти вещи Амиссии и Луки, назовем их в складе, и выбраться отсюда. Продя еще несколько охранников, мы добираемся до склада. В этом складе нам теперь нужно найти вещи. Здесь я нашел абсолютно все мне нужные вещи, более того, я нашел какой-то закрытый сундук, который открывается при помощи ножа, в котором находилось много ресурсов для крафта, и который выступал в роли верстака. Также в этом складе нашел какую-то карту, которая являлась воспоминанием. После этого нам нужно было покинуть этот склад, но снаружи склад патрулировали стражники, и мы при помощи баллисты решили их отвлечь. Подогнали баллисту прямо впритык к двери, Лука намазал баллисту каким-то неизвестным веществом, и стрельнул. Поэтому баллиста стрельнуло своим этим здоровым болтом, и вещество, которое намазал Лука, спровоцировало дымовую завесу, под которой как раз-таки они не смогли убраться. Забыл помянуть, что на складе они нашли нужную траву, и вернулись не с пустыми руками. Здесь Воден, этот великий алхимик, начинает язветь, говорит, что все было очень долго. Третья глава заканчивается, получаем за это трофей, а именно за прохождение третьей главы, и отправляемся в четвертую. В четвертой главе Воден сообщает, что в городе опасно оставаться, потому как в любом моменте могут прийти страшники и убить их, и нам теперь нужно покинуть этот город. Воден сообщает, что в порту ждет Джозеф с какой-то лодкой, нам нужно найти этого лодочника, и сказать ему, чтобы он готовил корабль к отплытию. Выйдя на улицу, мы видим, что охранники уже устроили комендантский час, то есть выходить из домов нельзя. Как вы понимаете, почва уже подготовлена, и прямо вот в ближайшее время они начнут вырезать мирное население. Добравшись до порта, мы видим очень большое количество повозок с большим количеством трупов, и понятно, что они с этими трупами пытаются сделать, но добравшись до порта, Лука очень сильно просит омиссию обойтись без убийств, то есть никого не убивать. Я решил так и поступить, и попытаться никого не убивать. Добравшись до самого берега, я нахожу второй коллекционный предмет, еще какой-то цветок, и после этого я наткнулся на небольшой блокпост такой с охранниками. Было принято решение обойти этих охранников для того, чтобы не расстраивать Луку, и после того, как мы провели за эти ворота, мы видим очень большое количество трупов, и что все стены из замка начинают дрожать. Из стены из замка просто волной начинают вырываться крысы, огромное их количество, и сметают некоторое количество охранников, соответственно убивая их. Здесь мы снова должны при помощи огня как-то пройти дальше, само собой проходим. Здесь я нашел еще один сундук, который открывается при помощи ножа, залутал с него ингредиенты, прокачался, и пошел дальше. После этого мы попадаем в еще одну комнату, в которой полностью заполнили эти крысы. Лука предлагает омиссии интересное решение. Они могут здесь создать смолу при помощи спирта, который находится в бочке сверху, и при помощи вещества, которое находится снизу. Здесь мы отправляем Луку наверх, к бочке со спиртом, для того, чтобы он мог по нашей команде начать его выливать. И смешиваем это вещество на земле со спиртом. Это вещество очень хорошо горит, и отпугивает ближайших крыс. После этого Лука дает омиссии смолу. При помощи смолы мы можем делать временные очаги возгорания, которые будут отпугивать крыс, и создавать нам безопасную зону. Так и поступаем. Кидаем эту смолу на пол, и проходим дальше. Здесь я нашел какое-то ответвление с каким-то пирсом, подошел сюда, здесь можно было бы взаимодействовать и получить еще одно воспоминание. После этого я добрался до еще одного сегмента с головоломками, и в основном отличием заключалось то, что теперь мы будем взаимодействовать еще и со стражником. И теперь он просит провести его через этих крыс. Мы соглашаемся на временное перемирие, чтобы помочь друг другу, и отправляемся решать головоломки уже втроем. Здесь все то же самое, спирт, смола, создаем горючую жидкость. Добравшись до самого конца, солдат нам говорит, что он, в принципе, может закрыть глаза на все их проступки за то, что он их спас, но они немедленно должны отправиться домой, иначе он их не сможет спасти. Здесь Аммисия и Лука говорят ему, что они просто не имеют права отправиться домой, им нужно найти на лодку. И здесь стражник говорит, что тут, ребятки, извините, но раз вы не хотите по-хорошему, будем по-плохому. И здесь перед нами стоит решение. Мы можем потушить факел этого стражника, убить его, а можем кинуть туда порошок и ослепить его. Я решил его ослепить для того, чтобы исполнить обещание перед Лукой. Ослепляю этого стражника, пробегаю ему за спину, закатываю в дверь, и не зря, потому что получаем трофей милосердия. В условиях этого трофея написано не убивать стражника в доках. То есть я не зря решил прислушаться к Луке. Но на этом четвертая глава еще не закончилась. Продолжаем наше путешествие. Здесь мы видим нужного нам лодочника. К нему почему-то пристает стражник, и лодочник его просто вырубает и отправляется на свои лодки. А миссия Лука связывается с этим же лодочником, и говорят ему, что они от магистра Водена. Он соглашается им помочь, и говорит, что им нужно добраться к следующему понтону, потому что отсюда он уже уплыл. И здесь мы видим, что также этот лодочник может выступать в роли нашего прикрытия, потому что у него имеется арбалет, и он может убивать неугодных нам охранников. Мы полностью можем убедиться в его мастерстве управления этим арбалетом, потому как убивает охранников. Он нормально так, вонтапает их, и пробираемся дальше. Пробравшись практически к следующей пристани, мы видим, что все тела сюда свозят для того, чтобы изжигать. Очень большое количество трупов здесь. Прямо очень много трупов. Стражники жалуются на то, что трупов много, а горючее, и смола уже заканчиваются, и сжечь их уже будет нечем. В процессе того, как я пробирался через эту большую сторожевую заставу, я получил еще один трофей, в условиях трофея написано «Изготовить 100 снарядов». Пятый трофей по счету. В самом конце, все-таки добравшись до этого лодочника, оставляем вместе с ним луку, и отправляемся за Кьюга, мамкой, и этим алхимиком. Во время того, как миссия туда отправлялась, началось очень большое нашествие крыс. Крысы начали просто вырываться из стен, они просто волной хлынули с улицы, и теперь нам нужно очень быстро добраться до дома с Кьюга. Добравшись до дома, мы видим, что у него припадок. Его припадок как-то провоцирует это большое количество крыс. Вот он здесь, по неудачному стечению обстоятельств, откидывает копыта, но в принципе его не жалко. Припадок у Кьюга заканчивается, и крысы останавливаются некоторое время. Берем мальца на руки, и отправляемся к данному кораблю. Добравшись к кораблю, мы отсюда начинаем уплывать, и получаем шестой трофей. За прохождение четвертой главы. Четвертая глава начинается с того, что наша лодка застряла, и миссия вместе с лукой выходит для того, чтобы ее оттолкнуть. Оттолкнув лодку, она начинает уплывать, и нам кричат с борта, чтобы мы их догоняли. Но отправимся мы их догонять уже в следующей серии. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на канал. Можете оставить свой комментарий. Также можете просмотреть мое предыдущее прохождение Человек-паук 2. Мои айды по третьему по идею. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok